Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы в эфире канала «Новый век» выпуск новостей. Информационную картину дня представят мои коллеги и я, Анастасия Маслова. Сегодня в выпуске. Укрепляются дамбы и вода постепенно уходит. В поселке Кахем продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления. 115 спортсменов из 12 субъектов России в Туве проходят первенство Сибирского федерального округа по боксу. Обучать, играя, в 4-й школе Кызыла прошел образовательный квест. Вопросы открытости в Кызыле обсудили проблему взаимодействия правоохранительных органов и общественности. Об этом и не только подробнее. В поселке Кахем чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением, стабилизируется. Как отмечают специалисты, силами всех мобилизированных органов, ведомств и организаций, вода пошла на убыль. Работа продолжается. Тяжелая техника до сих пор работает в круглосуточном режиме. Наша съемочная группа побывала на вновь возведенных дамбах. Ежегодно администрации Кызылского района производятся мероприятия по предупреждению паводка. Этой весной более 400 кубов талой воды было откачано из поселка Кахем. Завезено более 600 тонн гравия для засыпки ям. В этом году снега много было. Специалисты говорят, что 60 лет назад только был такой осадок, снег выпадал. Ну и прошлый год дождливый, почва пропитана достаточно, поэтому снег, талая вода не впитывается, земля не уходит и накапливается в одном месте. Из-за этого в субботу в одном месте прорвало дамбу. С помощью всех организаций, министерств, ведомств, предпринимателей мы здесь построили капитальную дамбу, которая, на мой взгляд, будет в дальнейшем полностью прикрывать этот час поселка, где в субботу произошло затопление домов. Вдоль приусадебных участков построили дамбу протяженностью более 800 метров. А это капитальная дамба, только основание которой 13 метров, высотой 10, а протяженность более 50 метров была возведена за полутора суток. В обычном режиме ее бы построили за пять дней. С помощью тяжелой техники трех строительных предприятий – это ООО «Восток», «СУГУ» и дорожно-строительный, транспортный и производственный кооператив, а также других предприятий и организаций. Всего задействовано более 20 единиц тяжелой техники. Талые воды подтопили придомовые территории, возводится еще на втором участке вдоль заборов. И по сей день работает техника, круглошиточным режимом ведется патрулирование по оригинальным дорогам. Также мы объемы работ контролируем, которые выполняются дорожными предприятиями. Сейчас проходит оперативная видеоконференция с Москвой. Все мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации контролируются. В эвакуаппункты с начала периода обратилось около 400 человек. Накануне ночевали два человека, один из них – ребенок. Режим чрезвычайной ситуации на территории поселка Кахем у нас сохраняется, но угрозы подтопления населенного пункта Кахем уже нет. Она снята, население постепенно возвращается в свои дома, вода уходит. На сегодня на утро было подтоплено порядком 14 домовладений. Если говорить со вчерашним днем, их было 26, то есть динамика идет положительная. К вечеру мы планируем ситуацию, прогнозируем ситуацию, стабилизируется, и полностью все домовладения от воды будут освобождены. Периодически по поселку производится рейд домов с целью выявления нуждающейся семей и текущей обстановки паводковой ситуации. Воскресенье в 9 вечера с гор пришла вода. Всего 5-6 минут, и вода уже была на улицах поселка. В наш двор немного затекла, из-за дома много было воды. В сам дом, слава богу, вода не проникла. Мы только вчера вернулись домой. Как отмечают члены комиссии, по чрезвычайной ситуации одной из причин прорыва дамб вокруг населенного пункта является халатное отношение самих жителей поселка. Грунт постоянно вывозится с целью строительства жилья, а также ямы засыпают бытовым отходом. По ущербу, нанесенного паводком, пока что в администрации никто не подавал заявлений. Крупного ущерба нигде не отмечается. Сегодня у нас в гостях главный врач Кызылской центральной районной больницы Мерген Тюлюш. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас силы различных структур направлены на устранение последствий паводка и оказание помощи жителям пострадавшим. Много ли обратившихся за медицинской помощью? Ведь работают и медики. На сегодняшний день в 6 часов утра в эвакуационный пункт обратились 570 человек, из них 268 детей. Это с начала ЧП? Это с начала, да, 25 марта в 6 часов вечера. С какими жалобами обращаются в основном? Ну, и всех обратившихся в основном жалоб не предъявляют. Нашими сотрудниками осмотрено двое детей с тянглозом на ОРВИ. Врачами назначено лечение, выдано лекарственные препараты. Вообще профилактические осмотры проходят абсолютно все, кто попадает в пункты временного размещения, да? Да, это, конечно. Всех больных мы стараемся обследовать, посмотреть. Но некоторые отказываются от помощи, ссылая, что у них жалоб на здоровье нет. А и вы сказали до этого, что основной упор на детей делаете, да? Ну, конечно, детей мы все осматриваем и назначаем, кому показано лечение, мы назначаем лечение и выдаем лекарственные препараты. Помимо профилактических осмотров, какую помощь еще оказываете? Ну, помимо профилактических осмотров, у нас круглосуточно работает 4 психолога. И психолог в нашей больнице тоже по графику круглосуточно проводит дежурство. Тем, кто нуждается, да? Тем, кто нуждается, конечно. А были ли случаи госпитализации? Были два случая. Ребенок один год четыре месяца, 27 числа в 8 часов вечера госпитализирован в детскую инфекционную больницу с подозрением на кишечную инфекцию. В результате обследования в больнице выставлена диагноз спешевая токсика инфекция. Состояние ребенка удовлетворительное, температура в норме. То есть это один случай только, да? Да, один случай был. И среди взрослого населения из эвакуационного пункта терапевтического отделения нашей кожурной больницы госпитализирован пациент с диагнозом последствий черепной мозговой травмы. Говоря о готовности к таким чрезвычайным происшествиям, хватает ли мест в больницах, медикаментов? По чрезвычайным ситуациям у нас открыто 5 коек в терапевтическом отделении. Но, к сожалению, в детском отделении у нас мест нет. Поэтому у нас резервные коек есть 15 коек в дневном стационаре. А скажите, в пунктах временного размещения врачи работают круглосуточно по смене. То есть медицинская помощь в пунктах временного размещения, она на постоянной основе действует, да? Готова оказать помощь всем? На основании распоряжения главы нашего кожуна издан внутренний приказ нашей больницы. И у нас работает врачебно-сельственская бригада, круглосуточно ведем дежурство. Работают три автомашины УАЗ, один автомашина ГАЗ и КАМАЗ-1. И опять же, про медикаменты. Они в достаточном количестве? Медикаменты, конечно, у нас в достаточном количестве. Мы обеспечиваем медикаментами и средствами для профилактики кишечной инфекции. Проводится беседа нашим врачам и психологам. И раздаем буклет по профилактике кишечной инфекции. А медикаменты с запасом они? Медикаменты с запасом на пять дней. У нас в достаточном количестве. Чтобы вы, как медик, посоветовали людям, оказавшимся в такой ситуации? Соблюдать гигиену. Если какие-то симптомы появляются, жалобы появляются, в срочном порядке нужно обратиться к врачам, которые работают в эвакуационном пункте. Куда могут обратиться люди, где находятся пункты временного размещения? И насколько долго продлится дежурство врачей там? К людям, которые попали через цельную ситуацию, обязательно надо обратиться в эвакуационный пункт, где круглосуточно дежурит врачебно-сестеринская бригада. То есть это во второй школе, да? Да, во второй школе находится ПГТК Кэм. Тот 31 марта эвакуационный пункт у нас будет размещен в том культуры Солана Позрола. И вы там будете до конца дежурить, да? Пока действует режим чрезвычайной ситуации? Пока действует режим чрезвычайной ситуации, и наши врачи будут тежурить круглосуточно то снятие режима. А после уже всех утверждать? А после, конечно, в режиме повышенной готовности будем, конечно, работать. В больнице уже в Козылской, да? Хорошо, спасибо. А я напомню о работе медика в зоне подтопления. Мы беседовали с главным врачом Козылской центральной районной больницы Мергеном Тюлюш. Вопросы открытости. Общественность республики, представители различных движений и депутаты обсудили проблемы взаимодействия Министерства внутренних дел и общества. Участники встречи, в том числе, искали ответ на вопрос, как сделать так, чтобы там, где нет или не хватает официальной информации от правоохранительных органов, не появлялись слухи. Ведь прецеденты уже есть. Подробности в следующем сюжете. После череды резонансных преступлений, произошедших в Туве, в социальных сетях стали появляться всевозможные версии случившегося. Как обычно, это бывает там, где нет официальной информации, это место заполняют слухи, да еще и приукрашенные леденящими кровь подробностями. Убийство в Агдавураке тому подтверждение. В свою очередь, представители СМИ люди обвиняют в замалчивании, говорит член Общественной палаты России, председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Представители общественности решили, ситуацию надо исправлять. У меня как представители СМИ периодически и люди обращаются, и в редакцию звонят, и в телеканал «Новый век», потому что земля с луками полнится, что-то спрашивают, и упрекают, что в СМИ вы почему молчите, вы почему не показываете. Да мы-то готовы, да мы-то рады показать. Другое дело, что мы же не можем эту информацию придумать. И если нам ее не предоставляют, простите, куда деваться. Поэтому мы решили написать письмо министру внутренних дел. Инициативу участники встречи поддержали, ведь всевозможные слухи об и без того ужасных происшествиях негативно сказываются на имидже республики. Решить проблему отчасти можно, если власти и правоохранительные органы будут открыты, уверены участники встречи. Вот я сегодня могу, как представитель органов власти, как представитель правительства, ну, четко вот, отфиксировать, да. Не побоюсь сказать, что на 100% правительство сегодня открыто и глава открыто. Глава вообще, в принципе, он никогда не боится, он твердо подходит к камере, твердо комментирует. И самое парадоксальное, он комментирует не только ситуацию, да, вот по непосредственно ответственности, да, там, исполнительной власти, там, по экономике, социалке, да, но приходится еще в каком-то смысле отдуваться за правоохранителя. Я считаю, что это не совсем правильно. В принципе, это позиция главы, это позиция лидера региона. Но в конце концов, то, что другие, ведь власти тоже должны в эту работу включаться, как-то взаимодействовать. Вот мы со стороны, со своей стороны, как Министерство информации и связи, готовы навстречу идти, готовы участвовать в создании вот этой совместной прислужбы. В принципе, это наш народ, это наша республика, и в принципе, как бы, да, в законе это разделено, но все вместе как-то нести ответственность, все вместе быть открытыми, все вместе, как бы, комментировать эти все события. Совместное взаимодействие представителей властей, правоохранительных структур и народа непременно положительно скажется на обстановке в республике, на ее имиджи, уверены участники встречи. И первый шаг на пути к этому сделан. Представители общественной организации приняли к единому мнению о том, чтобы обратиться вот нашему генералу Лобанову с соответствующим письмом о том, чтобы больше, значит, усилить работу совместно государственного органа власти, общественной организации и более такой открытый доступ, особенно Министерству внутренних дел по информированию вот таких резонансных свободе в нашей республике. Чтобы не было вот этой закрытости, недоступности, люди, чтобы были своевременно информированы, и тогда и общество будет вести тоже аналогичную борьбу с преступным миром. Под письмом министру внутренних дел подписались все участники встречи. Это представители молодежного движения «Доброе сердце Тувы», Молодежного парламента, Боевого братства, Союза женщин Тувы и Союза молодежи, Общественная организация Ассамблея народов Тувы, представители власти и общественной палаты. Общественники надеются, что главный полицейский региона обязательно откликнется на просьбу. Анастасия Маслова, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Сделаем перерыв на рекламу, продолжим сразу после нее. Центр ремонта «Ралекс Кар» Качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Ралекс Кар» Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1 Превосходный выбор композиции цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коротках и другие товары для праздников вы найдете в студии цветов и подарков «Рованс». Увидел? Понравилось? Купил? В РБТ.РУ приобретая три предмета бытовой техники и более, вы получаете скидку 10% на весь комплект. РБТ.РУ Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Пластиковые окна всем. 2-47-47. Город окон. Это новости. Мы продолжаем выпуск. В Кызыле проходят спортивные соревнования российского уровня. В спортивном комплексе имени Ивана Ерыгина идет первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Старт большого спортивного события был дан накануне. И завершатся соревнования только 1 апреля. За ними наблюдала моя коллега Диана Баян-Багус. В нее и узнаем подробности. Гонг-дан. Соревнования сибирского федерального уровня начаты. Из 12 регионов приехали 115 спортсменов и 35 тренеров. Сейчас на ринке в красных шортах Геннадий Малинкин из Новосибирска. Его соперник Петр Муханов из Читы, Забайкальского края. Петра активно поддерживают его друзья также из Читы. Всего приехали из Забайкальского края 8 человек. Все готовились к этим соревнованиям. Соревнования сильные. Мы готовились, как могли, хруще. Тренера постарались. Все сделали. Своё дело. Наблюдает за боем 10 судей международного класса. За ходом первенства следит технический делегат, председатель судейской коллегии в Сибирском федеральном округе Роман Малаев. Главный судья – Владимир Цыганков. Кто войдет в сборную Тувы, определили предварительные бои, которые проходили в Кызыле до начала первенства. Наш регион представляет 12 человек. Это наша мечта – провести соревнования по боксу такого высокого уровня, делится заместитель главного суди Илья Щеветхурак. Очень рады, что они впервые в истории проведения таких соревнований с сибирско-федерального уровня. Оказалось, вот это соревнование именно в Кызыле, в центре Азии. С интересом посмотрели, центр Азии, комплекс там, всё. Я так думаю, что это соревнование оправдывает наши ожидания. То, что столько народа, с таким интересом, так болеют. Ребята удивлены тем, что бокс в Кызыле очень любит. Эти соревнования очень важны. Они определяют, кто поедет дальше на финал чемпионата России, который состоится через несколько месяцев. Место проведения ещё не назначено. В Туве соревнования завершатся 1 апреля. Диана Бояму, Гузбуяна Юн, телекомпания «Ной Век». Среднегодовые страховые пенсии по старости вырастут в 2017 году почти до 13 700 рублей, передает ТАСС. По словам председателя правления Пенсионного фонда России, страховые пенсии неработающих пенсионеров в общей сложности увеличатся на 5,8%. На 5,4% с 1 февраля и на 0,38% с 1 апреля. Итоговый размер составит 13 655 рублей. Также на 1,5% будут проиндексированы социальные пенсии как работающим, так и неработающим пенсионерам. Так, в 2017 году средний размер социальной пенсии составит 8 742 рубля. С учётом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в начале года размер пенсии по старости составит 14 072 рубля, а размер социальной пенсии 9 159 рублей. В Госдуме рассматривают законопроект, устанавливающий до 15 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, пишут ведомости. Законопроектам также предлагается запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Соответствующие поправки народные избранники предлагают внести в Трудовой кодекс России. Законопроект устанавливает, что работодатель должен закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. Определяется, что время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня смены, не должно превышать 120 часов в год. По достижению предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной соответствующей компенсацией. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от 3 до 15 календарных дней. И о курсах валют. Доллар стоит 56,94 рубля, а евро 61,81 рубля. Я сдам ЕГЭ. В четвертой школе для старшеклассников города прошла образовательная игра с таким названием. Организаторы проверяли, знают ли школьники правила проведения единого госэкзамена, свои права и обязанности при сдаче. А также участникам квеста предстояло пройти задание на смекалку, силу и ловкость. Подробнее в следующем сюжете. Название молодежного квеста «Я сдам ЕГЭ» говорит само за себя. Учащимся 11 классов школ районов Тулы на базе 4-й школы Кызыла предстояло пройти 10 образовательных станций, на которых ребята еще раз вспомнили и закрепили знания о правилах во время сдачи ЕГЭ. Проведение такой интерактивной игры проводится в рамках весенней школы, в которых задействованы во время весенних каникул около 700 старшеклассников со всех районов республики. Если мы в рамках весенней школы готовим их по содержательной части экзаменационных материалов, то есть знания подкрепляем, то этот молодежный квест «Я сдам ЕГЭ», он нацелен на процедуру проведения экзаменов. То есть во сколько прийти в пункт проведения, что можно с собой брать, какие есть права у участника, как себя психологически подготовить, если ты не согласен с чем-то, как заявить о своих требованиях и так далее. В одну команду методом жеребьевки вожди ребята с разной школ тувы. Всего пять команд. На каждой станции им предстояло выполнить задание за короткое время, после чего начисляются баллы. К примеру, на станции под названием «Формула успеха» команде предстояло расшифровать имена праведников, деяния которых олицетворяют образцы толерантности. Цифры мобильного телефона с буквами и есть ключ к заданию. В итоге команда под номером один из пяти имен смогли разгадать только четыре. И им начислено четыре балла. Станция «Соберись на экзамен» проверил учащихся на знания, что можно брать на единый государственный экзамен по определенным предметам. Здесь написано «Экзамен по русскому», «Экзамен по химии», «Экзамен по географии». Вы должны из этого стола выбрать те предметы, которые нужны для данных экзаменов и положить на эти столы. Ребятам было предложено на выбор несколько предметов. Это транспортир, ручки, карандаши, калькуляторы, словари, напитки, мобильный телефон и паспорта. Через несколько минут участники команды сделали свой выбор. Вы должны были взять транспортир, это правильный ответ, калькулятор, непрограммированный, тоже правильный ответ, воду, да, все ототрено, правильный ответ, паспорт, ручку, остальные лишние предметы. К лишним предметам относится простой карандаш «Эластик». По мнению некоторых участников команды, на экзамен по географии обязательно нужно принести и чупа-чупс. Несмотря на то, что задания на всех станциях были разные, ребята отмечают, что они несложны. Готовились, мы вчера готовились, и в принципе задания были несложные. Это нам пригодится для сдачи ЕГЭ. При проведении экзамена нас учат не волноваться и спокойно выполнять задания. Сегодняшний молодежно-образовательный квест прошел для учащихся районов Тувы. Завтра эти же задания предстоит пройти ребятам школ Кызыла. По примеру этого квеста будут организованы интерактивные игры и для старшеклассников школ в районах республики. Чинчика Шпуков, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Далее наша постоянная рубрика «Новости короткой строкой». 27-28 апреля в Центре Тувинской традиционной культуры и ремесел пройдет первый республиканский конкурс исполнителей на тувинских национальных инструментах имени Татьяны Балдан. На конкурс приглашаются участники в двух группах – учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты средних специальных учебных заведений. По положению конкурса участники будут исполнять тувинские народные песни, предложенные организаторами. Заядки на конкурс подаются до 15 апреля. Водителям, лишенным прав для их возврата, придется оплатить все штрафы за нарушение правил дорожного движения, а тем, кто привлекался за управление в нетрезвом виде вторично, потребуется предъявить медсправку для возврата прав после истечения срока лишения. Все эти предложения содержатся в проекте поправок постановления правительства России, утвердившие правила возврата водительского удостоверения, после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами, сообщает российская газета. Министерством топлива и энергетики ТУВЫ впервые в республике заключен энергосервисный контракт. Это пилотный проект внедрения энергосберегающих технологий в здание министерства. В дальнейшем планируется использовать его во всей бюджетной сфере. Работа проводится в рамках реализации федерального закона об энергосбережении. В подвальном помещении здания Минтопэнерго установлен индивидуальный тепловой пункт. Это комплекс устройств, состоящий из элементов, обеспечивающих присоединение системы отопления к централизованной тепловой сети. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который допускает проведение всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись. Сбор сведений о населении через интернет станет возможным при регистрации граждан Федеральной государственной информационной системе. Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во всероссийской переписи населения и повысить ее качество. В Туве пройдет форум молодежных инициатив. В Министерстве по делам молодежи и спорта Тувы с начала года приступили к поиску новых молодых инициативных людей, работающих в различных отраслях. В итоге были созданы сообщества молодых специалистов, закрепленные при профильных органах исполнительной власти в качестве советов. Появились и другие профессиональные сообщества. Сообщается, что на форуме будут представлены все собранные и поддержанные молодежные проекты по результатам проведенной работы. И о погоде. Завтра, по данным ГИС Метео, будет солнечно. Местами переменная облачность. Ночью ожидается минус один, минус три, а днем плюс пять, плюс двенадцать. Ветер один, два метра в секунду. Атмосферное давление семьсот четырнадцать миллиметров ртутного столба. По сообщению ГИС Метео, в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус шесть градусов, днем плюс два, плюс семь. В Вородане ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус четыре градуса, днем плюс два, плюс шесть. На полке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром минус три градуса, днем ноль, плюс пять. В Танзибе ясная, без осадков. Температура воздуха утром минус три градуса, днем ноль, плюс пять. Во всей трассе проводится дорожная работа и проезд удовлетворительный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»